Разбор айсберга по GTA часть 2 Ну а для тех, кто уже смотрел первое видео, просто напомню, что здесь мы разбираем конспирологический айсберг, составленный англоязычными игроками. На вершине этого ледника помещены наиболее простые и понятные темы, а всё ниже и ниже располагаются наиболее запутанные и странные вопросы, и моя задача вкратце их осветить. В этом видео мы продолжим углубляться и на этот раз рассмотрим второй слой. Для начала я хочу исправить одно упущение, при разборе первого слоя я сказал, что тайна горы Чили до сих пор осталась загадкой. Я основывался на том, что многие игроки продолжают выстраивать разные теории на этот счёт. Одни считают, что это отражает сюжеты главных героев, другие соотносят эту схему с картой игры и ищут разные точки. Но всё же правильно было бы отметить, что в целом загадочный рисунок на вершине горы – это хитрый намёк на обновление GTA Online. В 2017 году у игроков появилась возможность встретить инопланетное яйцо после 600-кратного выполнения доставки припасов. В том же году в обновлении ограбления судного дня появилась возможность проникнуть в тайные помещения внутри горы Чили от и встретить там реактивный ранец. А в 2020-м была добавлена новая схватка, в которой следует проникнуть на военную базу и забрать из ангара части НЛО. Да и вообще касательно темы НЛО можно много чего упомянуть. В любом случае… Загадочные изображения летающей тарелки, яйца и реактивного ранца со временем стали вполне объяснимыми. Друзья, если вы задумываетесь о сборке мощного ПК, то разумеется, очень важно определиться с материнской платой. И здесь я советую обратить своё внимание на B550 Aorus Pro от компании Gigabyte. Внешний подход – мощный, а первой большой библиотек из лучших, нужно приступать ко второму слою айсберга. Шармута или ограбление хорошего дома. Это вырезанное задание из GTA 5, данные о котором были получены из файлов игры. В данном ограблении Майкл и Тревор должны были обчистить Мартино Мадрасу, а если точнее, украсть его сейф, лошадь, а также жену Патрицию. У игрока было три способа пройти это задание – можно было притвориться артистами пантомимы и пройдя на вечеринку ограбить дом, предварительно связав всех, кто там находится. Либо же притвориться клоунами и под шумок все обчистить. Ну а третий путь подразумевал проникновение ночью и соответственно полностью тихое ограбление. Копы в GTA 5 расисты. Несколько лет назад в игровом сообществе родилась такая тема, как расизм со стороны полиции в GTA 5. Среднее доверие три звездочки. 5. Пожалуй основное значение здесь сыграл короткий руль. Жаль, когда если есть какой-то миссия в какой-то игре и зачем-то ее почти готово и ее просто вырезают. Вот зачем? Что не так? Почему нельзя ставить? Пусть будет больше контента. Франклин подходит к полицейскому, обращается к нему и в ответ тут же прилетает несколько выстрелов. Если прислушаться к фразам полицейских даже на том же самом видео, можно действительно заметить определенные расовые предубеждения. Например, один из них сказал, что слушает только белых рэперов. А когда началось нападение на Франклина, прозвучала фраза, что у него есть оружие, хотя главный герой ничего не доставал. Но при всем этом с точки зрения геймплея, все главные герои можно сказать равны и к любому из них полицейские могут отнестись крайне жестко. Утечка карты GTA 5 В 2011, когда разработчики представили первый официальный трейлер GTA 5, произошла якобы утечка карты этой игры. Новость разлетелась по многочисленным игровым ресурсам и взбудоражила огромные массы любителей GTA. Но немного позже, после тщательного разбора, выяснилось, что это была подделка, а когда пятая часть наконец-то вышла, то неправдивость данной утечки стала еще более очевидной. Но стоит заметить, что отдаленно некоторые схожие черты у настоящей поддельной карты все же имеются, тем более если вспомнить добавленный остров Кайо Перико в GTA Online. Проект Америка – первая утечка Это по некоторым данным чуть ли не первая утечка относительно GTA 6, которая состоялась в 2018 году. Этот слив содержит данные о том, что Rockstar вовсю работают над шестой частью и проект именуется как Проект Америка. Там по заверению источника нас ожидает Vice City, а также путешествие в Южную Америку. Действие игры будет разворачиваться где-то в 1980-х годах. Главный герой будет один, и не исключено… Блин, я так не прошел в Vice City. Собственно, я не одну год, а не прошел до конца. Играл более-менее в San Andreas, но играл, кстати, херово, потому что я пропускал все сюжетные катсцены, короче. Просто зачем мне сюжет? Я хочу сразу же играть, кому-нибудь стрелять. Хорошо было бы пройти всю серию, начиная с Vice City, потом San Andreas, потом четверку, которая тоже толком не играл. Только начало, по-моему, потом пятерку. Пятерку я вообще не играл. Ну, когда-нибудь, может быть. Ну, что это женщина и прочие-прочие подробности, которые со временем дополняли. Примерно, да, релиза 2022. Ага, ну да, ну да. Одни в это верят, другие нет. Ну а я же считаю, что пока отсутствуют какие-либо заявления от самих Rockstar, любой слив лучше рассматривать как, в первую очередь, домыслы и подделку. Это правильно. Orange Grove Families. Это название банды Grove Street Families в ранних версиях GTA San Andreas. В конечной версии игры можно найти остатки от предыдущего названия, например, надписи в разных местах Лос-Сантоса или некоторые фразы главного героя. Также упоминания об Orange Grove присутствуют на сайте игры. Вид от первого лица, это название банды Grove Street Families в ранних версиях GTA San Andreas. В конечной версии игры можно найти остатки от предыдущего названия, например, надписи в разных местах Лос-Сантоса или некоторые фразы главного героя. Также упоминания об Orange Grove присутствуют на сайте игры. Вид от первого лица вырезан из GTA 3 и Vice City. Несмотря на то, что полноценный вид от первого лица появился лишь в пятой части GTA, сделать это разработчики пытались намного раньше. Так, в игровом коде тройки и Vice City были обнаружены соответствующие строчки. Судя по всему, разработчики не смогли до конца наладить такой вид камеры и решили просто от него отказаться. Всемирный потоп. Теория всемирного потопа в GTA широко распространилась после того, как один из игроков обратил внимание на карту мира в некоторых парикмахерских в пятой части. На ней можно заметить некоторые отличия от настоящей карты мира и очевидно, что некоторые места здесь находятся под водой. Игроки стали предполагать, что в мире GTA имел место потоп, который даже пытались связать с известной фишкой классических GTA, где выстрел в луну и снайперской винтовки увеличивал размер спутника Земли. Здесь люди ссылались на научное заявление о том, что если бы луна была ближе к Земле, это бы повлияло на гравитацию и вызвало бы потоп. Но более умеренно рассуждающие игроки сошлись на том, что это лишь отсылка к теме глобального потепления, которая с началом 21 века стала очень распространенной, особенно в западных странах. Гибель Франклина в третьей концовке. Когда была выпущена GTA 3, в ней уже содержались отсылки на будущую часть серии. Первое – это реклама от аэропорта имени Фрэнсиса, где написано «Увидимся в Майами». А второе – это сообщение Рея с такими же словами, которое приходит к главному герою после выполнения последнего задания для данного персонажа. Таким образом, разработчики намекали на GTA Vice City, которая вышла год спустя, и город в которой был основан на настоящем Майами. Колодец с биоотходами в Монтгомере В закоулках городка Монтгомере в GTA San Andreas есть колодец с биоотходами. Чаще всего его связывают с заводом по производству напитка Спранк, располагающимся через дорогу. Однако некоторые игроки обращают внимание на находящуюся рядом больницу, а также на здание, связанное с биоинженерией. Собственно, я и сам всегда считал, что биоинженерия – это наиболее вероятная причина появления данного колодца. Стоит упомянуть, что с помощью модификации у этого места была добавлена девушка из фильма «Ужасов звонок». Сердце лебет. А че, и все? Типа колодец с биоотходами там сам? Дальше придумываешь, что это значит, что может быть связано. Ну, там может какие-то черепа, кости есть. Сердце Сити. У статуи счастья в GTA 4 есть одна дверь, рядом с которой написано «Здесь нет скрытого контента». Это намек от обратного, который указывает, что дверью нужно воспользоваться. И если это сделать, то игрок попадет во внутреннее помещение статуи, где можно обнаружить огромное живое сердце, скованное цепями. Учитывая, что сама статуя использована разработчиками как высмеивание Хиллари Клинтон, американского политика, критиковавшего GTA San Andreas за так называемый «горячий кофе», велика вероятность, что данное сердце в цепях символизирует бесчеловечность самой Хиллари или что-то в этом духе. Обновление сайтов GTA 6. В марте 2020 года стало известно о том, что сайт gta6.com, принадлежащий Take-Two издателю GTA, подвергся обновлению, и вместе с ним обновились еще несколько сайтов касательно новой части серии. Из-за этого очень многие стали ожидать официального анонса игры, которого впоследствии так и не произошло. Но из этой истории очевидно одно – работа над новой GTA и ее официальными ресурсами не стоит на месте. В городе Сан-Фьерре из GTA San Andreas есть открытое здание, в котором можно найти конструкцию в виде спирали ДНК, а также табличку с надписью «Zombo Tech – корпорация по зловещему исследованию зомби-вирусов приветствует вас». Еще здесь можно найти лифты, которыми нельзя воспользоваться, но вывески явно намекают, что под зданием располагается еще несколько этажей. Ну да, Resident Evil, типа этот, как ее, комплекс в Раккун-Сити, точнее под ним, да, не помню, Улей, по-моему, назывался, или это, Алая Красная Королева, компьютер, который его обслужил. В этом месте ничего, а само здание является отсылкой к корпорации Umbrella из фильма «Обитель злая», которая занималась разработкой зомби-вируса. В пятой GTA, как известно, животный мир был раскрыт на порядок лучше, чем в предыдущих частях, и благодаря изучению внутреннего кода игры, игроки выяснили, что среди добавленных животных должны были быть лошади, которых даже можно было оседлать. Увидеть лошадь в пятерке можно в передаче «Стыд или слава». Почему это было вырезано, неизвестно, но больше всего я склоняюсь к тому, что дело не в технической стороне вопроса, а в отказе от самой задумки, которую решили оставить для Red Dead Redemption 2, тем более, что в GTA это не сильно бы вписывалось и создавало бы излишнюю аркадность. Нико должен был быть в GTA 5. В пятой GTA есть ряд упоминаний о главном герою предыдущей части, Нико Белике. Например, на него однажды намекает Лестер. Его страница встречается на ноутбуке Джимми, также можно найти листовку, что скорее всего пасхалка, и прочее прочее. Учитывая, что пятая и четвертая GTA это части одной HD вселенной, ряд игроков считает, что изначально в пятерке задумывалось появление Нико. Но оснований для этого на самом деле нет и разработчики ясно дали это понять. К тому же очень важно иметь в виду, что Майкл Холик, озвучивавший Нико, остался недоволен работой с Rockstar, и даже дополнения к GTA 4 создавались без его участия. Что уж говорить и о пятой части. И что? Бездомные проповеди. Типа другого голоса нельзя нанять. На роли Ника Белича, да ладно. Это один из пешеходов в GTA Vice City, который привлек внимание игроков тем, что говорит некоторые фразы, связанные с Богом. Правда, когда я за ним понаблюдал, то заметил лишь обычные и малопримечательные высказывания. По большому счету это просто бродяга, который ходит по улицам Вайса и бормочет себе под нос. Дети горы. Это религиозная секта в GTA 5. Их здание располагается совсем недалеко от первого дома Франклина. И играя именно за этого главного героя, можно при посещении сайта этого движения пройти несколько заданий, выложив при этом несколько тысяч долларов и получить за все это фирменную футболку. В районе Рокфорд Хиллс можно встретить девушку из детей горы, которая занимается просвещением. Она призывает прохожих присоединиться к ним и также утверждает, что они совсем не секта. Один из главных героев GTA 5, Тревор Филлипс, вероятно, имеет бисексуальные наклонности. Несмотря на то, что в целом он больше подает себя как мужчина, предпочитающий женщин, время от времени он дает в этом усомниться и проявляет очевидное влечение к своему полу. Наиболее ярким примером служит сцена, где он встает с постели, на которой остается лежать плачущий Флойд, что как бы намекает игроку на то, что Тревор мог применять насильственные действия. Также об увлечении мужчинами Тревора напрямую спрашивали как Франклин, так и его собственная мать. Из GTA 4 вырезан паром. В четверке, помимо такси, метро и прочих видов перемещения по городу присутствовала паромная переправа. Это можно заметить в одном из официальных трейлеров, но в конечной версии игры причал располагающийся в Олдерне не используется и выглядит достаточно заброшенным. При этом там все равно встречаются люди и даже представители закона. Человек. Интересно, куда он бы вел? Есть какие-то острова в четвертой части? Или в какую-то другую часть города можно было бы переплыть? Крыса. Рэтмен, пожалуй, известнейший миф в GTA 4. Предполагается, что огромного получеловека-полукрысу можно встретить в городском метрополитене. Некоторые даже делали скриншоты, на которых якобы было запечатлено это создание. В качестве доказательства его существования также приводят фразу вырезанного из игры машиниста поезда, которая гласит о том, что в подземке была замечена огромная крыса. Но на самом деле это была отсылка к городским слухам о больших крысах в метро, что довольно распространено в Нью-Йорке, подобием которого и является Либерти Сити. Ммм. Ковбой Параноик. Это житель в GTA San Andreas, появляющийся в пустынной местности. С ним связано несколько малораспространенных и довольно надуманных теорий. Якобы это маньяк-убийца, знакомый мистера плаща и прочее. Но на самом деле... Да... Любят же... Люди делают теории на пустом месте. Из ничего. Это просто чудо, какое их в Сан-Андреасе хватает. Его фразы в основном посвящены ослам, братьям, сёстрам и религиозным темам. Вырезанные наркоторговцы. Хоть в GTA San Andreas на улицах Лос-Антоса и встречается два вида торговцев наркотой, в файлах игры хранится ещё два, которые были не задействованы разработчиками. Один из них это байкер, который вероятно должен был появляться в Сан-Фьерро. Иногда, кстати, может произойти небольшой сбой, и он встретится в начале игры. А ещё один это Латинос, который нам однажды попадался в задании по устранению GZB. Игроки мобильной версии не раз встречали его в свободном режиме игры. Liberty Soul FM. Это радиостанция, реклама которой иногда встречается на городских улицах в GTA 3. При этом в самой игре такое радио отсутствует. Существует предположение, что оно изначально существовало как полноценная станция, но было вырезано на ранних этапах разработки. Рекламу оставили, типа. Пасхалку. Ну ладно. БОЛЬШОЕ УХО БОЛЬШОЕ УХО – это огромный радиотелескоп из GTA San Andreas, расположенный на возвышенности в округе Боун. Он частично основан на телескопе с таким же названием, находящемся в штате Огайо. У подножия БОЛЬШОГО УХО можно найти единственную в игре машину Sand King, а также такую редкую вещицу, как тепловизор. Примечательно, что это место отмечено на карте, находящейся в заведении Lil Pro Bean и на ранчо Майка Торена. Про радиотелескоп есть упоминание на сайте игры, где сказано, что из-за радиационного влияния этой штуки местные жители порою рождаются без ушей. Существует миф, что около этого места на радио могут создаваться помехи и будут слышны странные звуки. Но ничего конкретного выявлено не было. МИСТЕР ШЛЯПА Очередной обитатель пустынной местности из Сан-Андреас. Примечателен тем, что носит глазную повязку. Некоторые игроки приписывали ему связь с так называемым Мистером Плащом и считали, что они совместно имеют отношение к теме НЛО и что-то об этом знают. Конечно же, не обошлось без слухов о том, что он якобы маньяк и нападает на игрока. Но МИСТЕР ШЛЯПА просто проходит. Стандартно в теориях это либо маньяк какой-то, убивец, страшный каннибал, либо связанный с правительством и инопланетянами, или какой-то вирусной зомби-херней, или еще чем-то там, чем-то аномальным, короче. Позже и отношения к загадочным явлениям не имеет. OG Lock основан на Джарул. Принято считать, что прообразом OG Lock из GTA San Andreas послужил настоящий рэпер Джарул. Для этого есть несколько оснований. Одинаковый вид деятельности, схожий внешний вид. Обоих зовут Джеффри. Джарул имел конфликт с DMX, где последний обвинял Джарула в подражательстве, что напоминает противостояние OG Lock с Мэтт Догом. Также Lock напоминает Рула манерой поведения. ТОЛЬКО ДЛЯ МЕСТНЫХ Это сеть магазинов в сельском округе Red в GTA San Andreas. Посетить эти заведения нельзя, зато можно прочитать надпись «Мы здесь не любим таких, как ты». Все это отсылает к английскому сериалу Лига Джентльменов, где есть также местный магазин, которым заправляет парочка неприветствующая приезжих людей. Знакомый. Омега связан с мистером Правдой. Что-то я видел, может быть, по этому сериалу Лига Джентльменов. Знакомый прям. Мм. Персонаж Омега из GTA V имеет очень много схожего с Правдой из San Andreas. Они похожи внешне, и оба ведут деятельность, направленную на раскрытие тайн правительства и на получение неких знаний об НЛО, причем оба дают главному герою задание по добыче того или иного внеземного объекта. Эти соответствия подталкивают игроков на мысль, что Омега имеет отношение к правде, хотя более вероятной кажется мысль о том, что Омега – это совершенно отдельный персонаж, созданный лишь на основе правды. Да, похоже просто. Либерти Сити в GTA V. В 2015 году распространялись слухи о том, что Rockstar готовит крупное дополнение к пятой GTA, и это дополнение якобы должно включать в себя Либерти Сити и около пары десятков новых заданий. Естественно, никакого Либерти не появилось, но люди продолжали ждать, и в 2020 возложили новые надежды на крупное обновление в GTA Online, которое также не оправдало этих ожиданий. И вместо Либерти Сити был добавлен совершенно новый остров. К слову, существует модификация, которая переносит карту из GTA IV в пятую часть. Мистер Муфат. Это вырезанный персонаж из GTA Vice City, о котором стало известно благодаря сохранившемуся в файлах игры разговору между ним и главным героем. Из их разговора становится понятно, что Томми уже был знаком с Муфатом, и последний просит главного героя помочь ему сбежать от полиции, на что Томми с не особой охотой, но все же соглашается. Второй слой айсберга закончен. Переходим к следующему. Призрак СиДжея. Это то, что пытались найти в GTA V, и особенно связывали с улицей Гроу-Стрит и тремя гангстерами, которые в задании Худ Сафари проезжают на велосипедах, изображая первую миссию с GTA San Andreas. Но это не более чем... Оу, шит, here we go again, классика, эх. ...пасхалка, и конечно в пятой части нет как самого СиДжея, так и его призрака. Биг Смоук убил Брайана. Ходят слухи, что Биг Смоук виновен в гибели Брайана Джонсона, младшего брата СиДжея, Свита и Кэндалл, погибшего в 1987 году. Однако эта теория беспочвена, так как сюжет не даёт никаких намёков на причастность Смоука к этой истории, а скорее напротив, уверенно показывает, что вина прямо или косвенно лежит на плечах главного героя. Альберт Де Сильва. Ну, Биг Смоук, конечно, та ещё крыса, но... Вряд ли он реально причастен к этому. Ещё до выхода GTA V, когда об игре вообще мало что было известно, в открытый доступ просочились сведения о том, что главного героя будущей игры будут звать Альберт Де Сильва. Как позже стало известно, это имя принадлежало Майклу Де Санте, но впоследствии оно было изменено. Штат Либерти. По данным некоторых ранних статей, GTA IV должна была представлять из себя не только город, но и практически весь штат Либерти, который состоял из трёх городов и сельской местности. Сельскую местность можно заметить на ранних картах, оставшихся на телефонных справочниках. А вот о каких именно дополнительных городах идёт речь, неизвестно. Хотя отмечу, что в GTA IV, помимо Либерти Сити, был и так добавлен ещё один город, именуемый как Олдерни Сити. Хотелось бы, чтобы в GTA VI было побольше, побольше местности. Огромная, хиганская местность была бы. Не просто трава какие-то, и вокруг вода. А прям, чтобы много, количество. Пятый, наверное, местности побольше, чем в предыдущих частях. Наверняка. А чтобы и города были, и сельская местность, ещё что-нибудь такое. Призрачная башня. В ранней версии GTA VI Сити на авиабазе должна была размещаться вышка. Так как сама база была переделана, вышку из неё убрали, однако забыли вырезать лот, то есть низкокачественный вариант текстуры. Именно его можно заметить перед тем, как въехать на второй остров, а после въезда эта текстура пропадёт, что и создаёт ощущение призрачности данной башни. Больно. За Ламара можно было играть. Так как в игровом сообществе ходили слухи о том, что после выбора третьей концовки GTA V Ламар должен был стать новым главным героем, один из игроков решил спросить об этом напрямую у актёра, занимавшегося озвучкой Ламара, на что был получен весьма занятный ответ. Ух ты, где вы об этом узнали? Я оставлю это при себе, но изначально там должна была быть другая история с более глубоким участием Ламара, однако со мной произошёл один случай в жизни, который связал мне руки на несколько месяцев, и Rockstar пришлось двигаться дальше, поэтому история стала такой, какой вы её видите в GTA V. В общем, ответ неоднозначный, и действительно есть некоторая вероятность того, что эти слухи правдивы. Относительно средний масштаб. В 2020 году журналист Джейсон Шраев сообщил о том, что Rockstar собираются выпустить новую часть GTA относительно среднего размера, хоть и всё равно объёмную. Из этого можно предположить, что в шестой части разработчики хотят сделать упор на проработку, а не масштаб. А возможно, это означает, что после выхода основной игры они собираются постепенно выпускать к ней дополнение. В любом случае, пока всё это просто рассуждение. Гермесу комнаты 3C В iCity у апартаментов 3C, известной отсылки к лицу со шрамом, можно найти автомобиль Гермес, который всегда будет стоять в этом месте. Некоторые игроки предполагают, что это также является отсылкой к фильму, хотя в той известной сцене использовался другой автомобиль. А также есть мнение, что этот Гермес использовался в одной из вырезанных миссий с Sony Forelli. Всевидящее око. Иллюминаты. Всевидящее око – это символ порой встречающейся, а иногда кажущейся игрокам на просторах GTA V. Из наиболее очевидного можно вспомнить изображение в первом доме Франклина, или, например, плакат, который висит в доме Лестера. А вот наиболее спорным является тень около обсерватории. Эту тень некоторые принимают за скрытый символ всевидящего ока, что, разумеется, приводит к мысли о тайном заговорах, масонам и тому подобному. Но какого-то конкретного раскрытия данная тема в игре не имеет. Статон Айленд был вырезан. Город Либерти Сити в GTA IV поделён на несколько административных частей, именуемых как Боро, и каждый из них основан на настоящем Боро из Нью-Йорка. Однако в жизни существует ещё одна такая часть, которая, к удивлению, не была отражена в игре. Это Статон Айленд, располагающийся с юга. Исходя из этого, существует мнение, что этот остров был вырезан из игры на ранних этапах разработки. Утечка Худа из бета-версии GTA V. Не совсем ясно, что именно здесь подразумевается, и о какой утечке речь, но ход игры, безусловно, менялся в ходе создания пятой части. Некоторые иконки оружия были переделаны, некоторые и вовсе не задействованы и могут быть использованы в будущих обновлениях. А также не раз менялась структура и внешний вид надписей, возникающих в правом нижнем углу, где обычно мы наблюдаем название района, в котором находимся, и транспорта, который используем. Утечка про разведку в Майами В 2019 году в сети появилась фотография письма, в котором Лео Соколовский, президент одной организации из Флориды, просит владельца некоего объекта пропустить к себе на территорию команду из Rockstar. В письме сказано, что разработчики занимаются исследованием Флориды, а в этом штате, напомню, располагается город Майами, ставший прообразом для игрового Vice City. К сожалению, в каком году было составлено это письмо, неизвестно, но если оно правдиво, то становится ясно, какие местности Rockstar может готовить для будущей части GTA. Было бы отличный собор. Очередная часть разбора Айсберга по GTA подошла к концу. Здесь мы продвинулись достаточно глубоко и уже приблизились к середине ледника. Если вам понравилось, и вы ожидаете разбор остальных уровней, то поддержите этот ролик своя. Хорошо. Ну я не так много, конечно, играл в GTA. Кроме San Andreas. Надо все-таки пройти всю серию. С нуля. С Vice City. Не с третьей, нахер третью. Не хочу. Vice City. Deluxe Edition. Было бы прям шикарно пройти бы. И дальше. Хороший, хороший видео, лайк поставил. Хорошо. У меня есть Boosty там. Ссылка в описании. Плюс есть Telegram канал. Проходите там всякое выкладываю. Общение. Вот. Айнеков, всем спасибо за внимание. До скорых встречи. Всем пока.